с почтением и радостью приветствую вас дорогие зрители у нас опять очередной эксперимент от команды путь сердца и в очередной раз мы себе позволяем экспериментировать рамках рубрики путь творца помните что в этой рубрике мы исследуем этот архетип и тех людей представители этого контекста которые идут всю свою жизнь исследуют что такое вообще быть творцом в этом мире честно сказать что мы сегодня говорим о двух героях и вначале было нам непонятно мы говорим про про рубрику осознанные отношения и про красивую семейную пару семью невероятно или мы говорим на самом деле рубрика путь творца мы поняли что это микс и давайте-ка вы сами нам поможете разобраться с этим кино к чему и куда это отнести но я вам скажу так что сегодняшние наши герои а удивительные музыканты мультиинструменталисты перформеры композиторы софия бридж очаровательный невероятный перформер она музыкант играет на скрипке и певица и муза для своего волшебника мужа игоря заливалова игорь заливалов это композитор мультиинструменталисты играющие вообще на всем помочь вам можно мы постарались сделать так чтобы этот фильм был супер неординарный экспериментальный мы много раз поднимали всяких контекстов мы творили вместе с ребятами можно сказать вместе жили маленькую жизнь совместных проживали и здесь есть один как называется пст-1000 неожиданность такая я сейчас наведу интриги а в конце фильма это раскрою дойдите с нами до конца и вы узнаете что для нас стало шок контентом как для команды и вообще для всего нашего окружения большой сюрприз ребят так как это путь творца увидеть этот акт творения мира во всей красе и и Субтитры делал DimaTorzok Честно признаюсь, скрипка для меня интересный и красивый инструмент. У меня не было никогда к нему страсти. Прямо такое, что вау, я хочу пойти послушать скрипку. Это для меня что-то такое. Но когда мы оказались у вас на концерте, и я услышала, как вы играете, первое такое, ого, вот это скрипка, вот это инструмент. Это первая мысль. А вторая мысль, интересно, а вот какие у них отношения, если они так круто вместе играют, как будто бы вы разговариваете этими скрипками между собой. И вот этот такой микс рождает, как бы, уникальность каждого из вас, да? И при этом, когда вы сливаетесь в этом, там целая драматургия жизни раскрывается. Ребята, скажите, а в чем фишка вообще? Вот вы, как герои Джима Джармуша, выжили только любовники уже тысячелетия, вместе идете по пути и в жизни в жизнь. На самом деле, как? У вас же очень, на самом деле, гармоничные, крепкие, красивые отношения. Мы, по крайней мере, то, что видим со стороны дружа с вами, наблюдая, как вы это делаете гармонично, сплетаетесь, сливаетесь в перформансах. Или иногда, когда вам может подойти и шепнуть кому-то на лужку, давай создадим какафонию какую-нибудь такую рубленную. Вы всегда играете. Это помогает ли вам музыка? И вообще, какие у вас есть секреты? Чем вы можете, какие дверки приоткрыть? И вообще, сколько на самом деле вы лет вместе? Сразу все секреты? Ну давайте. Я как раз хотела сказать, что у нас секретов нет. И нет никакого секрета. Может быть, в этом-то и как раз и успех. Да, может быть, в этом и успех. Мы, получается, уже 20 лет как знакомые. И вообще наши отношения начались вообще с дружбы. С дружбы, с каких-то общих интересов. И мне кажется, что это тоже один из, не то чтобы секретов, одна из, не знаю, причин того, что начиналось у нас все именно с взаимного интереса. Потому что мы любим музыку. Мы любим ходить по крышам. У нас тогда была наша такая страсть. Еще много каких-то удивительных совпадений было. И нам было, прежде всего, очень интересно друг с другом. То есть это была, в первую очередь, не страсть, не условно-конфетный букетный период, которого у нас как такого не было. И я помню, что в ту бытность я вообще всегда очень стебалась над всем этим делом. А это был как-то гармоничный выход к тому, что, видимо, не могло в результате не произойти. И, наверное, прежде всего, это вот этот взаимный интерес и друг к другу, и к жизни, и к интересам. К инструменту, к какому-то особому отношению, любовь к импровизации, вообще какого-то нового проявления. Необычного, да. То есть Игоря, я, мы тяготели, учаясь, допустим, сначала в колледже, потом в консерватории, мы всегда тяготели не совсем к чему-то стандартному и классическому, академическому, а выходить всегда за рамки. И вот это тоже. Ну, когда при этом я первый раз увидел Соню, это вот было где-то какая-то, наверное, осень, проэтическая, вот. Вот я тогда сразу заметил в этом человечке чего-то, чего-то такое родное, еще не будущее, не знаю вообще, кто это, о чем-то, но вот. Так, хорошо, наблюдаем дальше. Как говорит сейчас наша дочь Аглая, что я присматриваюсь. Знаете, а мне вот понравилось, что она сказала, вот слово «играют», «играют». Но для меня интересно, что они действительно играют. Играют не просто на инструментах, а это перформанс. Для меня это важно, чтобы, так как и мы представители пути игры, чтобы это была игра, в прямом смысле этого слова. Май, май! Мне нравится просто, что как вот этот джем происходит. Вот в поле ребят происходит джем. Играет музыка. Играет музыка. Так как я не являюсь профессиональным музыкантом, а я импровизирую, когда я оказываюсь в присутствии серьёзных музыкантов с большой буквы, я понимаю, что лучше бы мне отложить инструмент. И тут вдруг, недавно, я почувствовал, что ребята меня поддержали. Я как-то пошёл, открылся этому процессу, и эта джамет получилась красивая игра. Я даже не чувствовал себя, что я под лестницей эволюции. Вот от вас идёт поле гармонии и заботливой поддержки. Действительно важный момент, что когда, допустим, мы с Игорем на заре нашей совместной карьеры, во всех смыслах слова, даже начинали импровизировать. Я помню, как мы играли в одном квартете под этим предлогом, нам же надо было репетировать. И вот мы оставались в классе, выключали свет, чтобы лучше настроиться на музыку, конечно же, исключительно для этого. И была эта импровизация. И, конечно же, это было не просто потому, что нам нужно было выучить гайдно квартет, а потому что это было общение через музыку. И иногда в том числе через музыку мы можем выразить намного больше, чем мы можем сказать словами. И вообще, по большому счёту, что касается и музыки, и той же самой игры любой, это же тоже всё про общение людей. И часто бывает, и у нас тоже это бывает иногда, когда, допустим, мы выступаем, у нас какой-то концерт и так далее, и у нас есть какие-то задачи, проявить себя ярко, заявить о себе, какие мы профессионалы, классные, крутые и так далее. Ну, этот момент, он в любом случае присутствует у артиста, да, то есть от него никуда не денешься, хотя он иногда как раз-таки, наоборот, мешает. Но когда мы входим вот в это состояние именно общения, общения с музыкантами, с которыми мы общаемся, общения с аудиторией, которую она слушает, то вот происходит та самая магия, которая не всегда происходит, но иногда происходит. А сейчас класс заменяет спальню или что? Как это происходит у вас сейчас? Вы тут не подумайте. Я знаю, что вы очень плодовитые. Я, кстати, здесь чуть перехвачу, просто скажу, что ещё отдельно, ребят, что Игорь композитор и саунд-продюсер, и я так понимаю, что у тебя есть дистанционные даже проекты, которые ты делаешь с музыкантами из разных стран мира, и вы с какими-то новыми формами экспериментируете, это, может быть, он отдельно потом расскажет, но также я слышал, что Игорь создаёт саунд-дизайны и музыкальные треки для фильмов, для сериалов, и даже ребята с нами поделились, представляете, они записывали Останкинскую башню, как скрип Останкинской башни, это экспериментатор со звуком и с музыкой. Сейчас хочу ещё про Соню сказать. Соня меня глубоко впечатлила, когда во время концерта она отыграла на скрипке, причём у неё такой очень крутой там перформанс был, потом ушла и вдруг появляется, начинает какой-то французский рэп на тарабарском языке, на манер французский читать рэп французский, и это всегда какой-то перформанс. Однажды я подошёл к ней и попросил прямо во время концерта, который мы организовывали, я у неё попросил немножко изменить настроение, может ли она как-то... Сделать какую-нибудь вот, какую-нибудь провокацию небольшую, звуковую. Компактунт. Да-да-да. Она такая, ммм, окей. И вот в общем, и они начали, у них был батл, то есть они начали, Соня находилась среди зрителей, Игорь на сцене был, и они начали через зрительский зал, какой-то у них происходил батл, какой-то был скрежет струн, но это всё в итоге в гармонию вплеталось. В общем, мне нравится, я вот это... Это смелости, импровизации, мне действительно, мы подумали, у нас вот такой образ появился, а как вы ругаетесь с нами, как это вот, можно подойти к вашему дому, например, там будет нас кто-нибудь встретить, сказать аккуратнее, они сейчас там ругаются, и мы слышим, при этом на скрипках общаются. Не знаю, почему именно этот образ возник, но, видимо, потому, что гармонию и так, ну, всегда на сцене люди проявляют, да, вот эту такую красоту, гармонию, но вот проскальзывало периодически такие настроения, как вот действительно вот этого контрапункта, и оно рождало идею о том, что, возможно, это как выход того напряжения, может быть, да, которое в паре бывает происходит, оно через музыку, как релиз такой. Да, но у нас некоторые произведения, они, в принципе, об этом, да, есть, например, наша танго-истерика, которая, ну, как раз-таки про это. И вообще то, что мы через творчество, через искусство можем проживать разные эмоции, и причем даже, я бы сказала так, эмоции своих, ну, там, условно, как это может быть, альтер-эго или там субличности и так далее, о чем мы даже не подозреваем. И это не всегда обязательно то, что у нас в жизни происходит, так же, как, когда актер играет роль, да, это не значит, что он такой зараза в жизни, вот, но в то же время, когда у него получается вот это вот как-то достать откуда-то, то это имеет в том числе для самого исполнителя либо терапевтический эффект, либо иногда, наоборот, разрушающий эффект, такое тоже случается, вот, но... Про ответственность. Да, 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 в том числе ответственность, и причем ответственность перед собой в том числе, потому что мы знаем немало примеров, когда очень талантливые люди, ну, гениальные люди, они в результате разрушают себя, ну, как бы во благо искусства, или как это там мы назовем. Отдают себя в жертву. Ну, да, да, приносят в себя жертву искусству, и, с одной стороны, это бывает очень красиво, так, особенно, если там вообще людям какого-нибудь про это снять и так далее, но дальше это уже есть вопросики. Друзья, мы хотим с вами поделиться. Кроме того, что мы создаем эти фильмы «Путь сердца», мы, как команда, еще занимаемся и другими не менее интересными вещами. В частности, одна из больших сфер нашей жизни – это кино-видеопроизводство, метафора фильмов. Множество, возможно, роликов и фильмов вы уже видели и представляете, что это такое. Если это не так, то мы с вами с радостью хотим поделиться. Покажем вам маленький шоу Рио, который рассказывает о том, чем мы занимаемся, а после этого возвращаемся обратно к просмотру фильма. Субтитры создавал DimaTorzok «Производство каналов» между нами, таких отношений, в которых мы, по сути, живем каждый день. Это канал, собственно, наших семейных отношений, естественно, музыкальных, творческих каких-то нитей, которые перетекают из одного дела в дело. И это некое такое широкополосное подключение, мне кажется, во многом это то, что нас как-то не дает этому рваться, возможно. То есть этих нитей очень много, переплетено, поэтому чем больше ты стараешься как-то на это взглянуть и найти, возможно, какие-то взаимосвязи со своим партнером, и как в общем, много общего, как и в различиях, которые тоже надо ловить, уважать и чувствовать, как мы можем дополнять друг друга. Мне, кстати, пришел образ как раз скрипки, да, что, ну, там, не знаю, есть скрипки, сколько струн максимум? Ну вот на этой, например, 4. Ну а есть? Это классическая. А это 7, да? Это 5, а бывает 7, да. И вот получается, чем больше этих струн, тем больше диапазон возможностей игры на скрипке. Так же, видимо, и в отношениях. Вот эти связи, про которые ты говоришь, ну, например, есть ребенок, и это одна струна, да, есть творчество совместно, это еще одна струна, есть просто вот внутренний мир, да, вот такой, ну, тонкие отношения, это еще одна. И таких, чем больше этих нитей, струн, соединения, тем, может быть, более вариативная музыка, более красивая. Да, и в то же время это то, что периодически одно помогает другому. Мне почему-то сейчас пришел такой образ, если мы говорим про отношения, в том числе про то, что, ну, правда, что в современном мире, на самом деле, так всегда было, не так много людей, которые, у которых получается на протяжении многих-многих лет сохранять вот эту семейную... Поэтому вы здесь, это самая лучшая рубрика. Вот мне хочется ложку дегтя. Давай, я просто говорю. Я просто хочу сказать, что может сложиться, дорогие зрители, впечатление, что тут так это все очень как-то нафталиного, гламурненько и лоского. И нам хочется жизни. На самом деле проект, он же трушный, он же честный. Мне хочется вот чего. Ну, один из наших зрителей, какой-то из этих фильмов, этой рубрики «Путь отношений» нам написал так, что, ну, вот, друзья, самое интересное начинается после 30 лет совместной жизни. Вот. И как-то меня так немножко пробрало. Вот. Те герои, которыми мы делимся, несмотря на то, что это 18 или 20 лет, неважно сколько, главное, это то, что мы чувствуем, что есть в этих отношениях какое-то определенное состояние, которым хочется поделиться. И эта рубрика, как я вам рассказывал, она является у нас самой редкой и самой боевой точкой. Нам об этом пишут. Она долгожданная, потому что отношения этого часто ассоциируются как боль. Одни из наших героев «Пути сердца», супруги, которые 40 лет уже вместе, они однажды сказали так, что они задались вопросом, наблюдая за миром, они задались вопросом, интересно, есть ли вообще в искусстве мировом примеры, прецеденты счастливых отношений, счастливой любви. И они вдруг осознали, что нет. Как будто бы... Есть. Так вот, знаешь, они даже нам поделились, что как будто даже «Ромео и Джульетто» это там сплошная трагедия, но оказывается, ведь это есть, где подсмотреть. И вот наша задача подсмотреть и поделиться состоянием, то, что за пределами слов. Вот пусть это будет музыка, пусть это будет то, что мы вот сейчас ткем вот этот ковер и попробуем это развернуть дальше. А ты говоришь, есть. Ну, конечно. В моей голове образ композитора Ощедрина и Майя Клесецкой это этот союз, который жил так много лет и действительно отдавал себя и творчеству, и подпитке друг друга. Это бесконечный какой-то такой... Но при том, что у них драма там тоже. При этом, конечно. Драматургия присутствует в этом кино тоже, да? Да, безусловно. А у вашего тоже присутствует? Я хотела кое-что сказать. Да. Про ложку дегтя тоже. Да. Да. Как раз-таки про вот это вот неванильно-сахарное и бархатное. Такой вот образ пришел, когда мы говорили про вот это вот многострунье, когда бывает у человека такое состояние, что все, короче, пора прощаться с этой жизнью и условно прыгать с моста. И известно, как говорится, британские ученые доказали, но на самом деле есть такие наблюдения, что иногда человека останавливает сделать какой-то шаг. Ну, я всегда считаю, что человеческая жизнь это очень большая ценность, поэтому я считаю, что это страшный шаг. Вот. И такой, который нельзя как бы вернуть назад. Вот. И иногда бывает, что какие-то совершенно бытовые мелочи. То есть, когда человек вдруг вспоминает, грубо говоря, что он там кому-то что-то там не ответил, что у него там, ну, условно там, чайник не забыл выключить. Ну, то есть, какие-то такие бытовые, совершенно земные дела. И бывает... эмоциональные, не романтичные, не красные, просто вот элементарно. Ребенка из садика забрать, грубо говоря, там тоже, что как же я буду сейчас прыгать, если там... Вот. И то, что касается отношений, тоже бывает, что когда что-то там такое начинает бурлить, оно, конечно, бывает, начинает бурлить. Именно то, что, допустим, бывает, что мы с Игорем когда репетируем, когда мы что-то особенно новое сочиняем, сейчас, кстати, уже, мне кажется, это как-то поспокойней, а бывали времена, когда это было очень драматично, на самом деле, когда мы вроде как душа в душу, но у нас бывали просто до оров, до криков, что нет, так нужно быть. Вот. И потом, допустим, когда тихо, глазки, какие-то, какие-то такие вещи, или... И вообще нам надо там, это вечно спромы, допустим, вообще нам нужно сейчас уже что-то отправить. То есть происходит вот это переключение, и ты понимаешь, что ты вот был вот в этом моменте, где может быть какой-то ожесточённый, ожесточённый спор, но помимо этого есть ещё много-много-много других сторон нашей жизни, и это в том числе помогает как-то переключиться и найти какое-то где-то лучшее решение, где-то просто выйти, как говорится, пойду подышу, и нормально. Хочешь, я расскажу, как себя разрушала, покажу на ладонях раны, как я выбирала, как меня выбирали, как плащок закрывалась, чтоб не злезли. За меня много платили, но то было дёшево, и всё оно шло мимо меня. И вот второе, что я ещё хотела сказать про историю культуры, про историю отношений, это же тоже, в принципе, как сказать, есть некие образы культурные, культурные коды, культурные традиции, то, что мы знаем. И эта трагедия в отношениях, это очень красиво. Ну, это очень красиво. Залипательно. Да. Так же, как трагедия в жизни, когда мы смотрим кино, да, и даже, когда мы слышим о каких-то несчастьях, ужасах, насилии даже, да, то есть какая-то из частей человеческого проявления, она такая, типа, да. И мы знаем, что испокон веков, когда мы говорим про культуру, искусство, там, ту же самую игру, спектакли, то всегда, как говорится, чего-нибудь жареного, это добавляется. И вот здесь как раз-таки, когда приходит вот это понимание, что есть кино, а есть жизнь. И то, что красиво в кино, в жизни, оно не всегда красиво. И когда я на самом деле задавала себе этим вопросом, что хочу ли я принести свою жизнь в жертву кино, которого, может, еще никто не увидит. И даже, ну я сейчас Патрик стерю, даже лайков не поставит. Вот, потому что действительно часто, особенно творческие люди, они в том числе подпитанные вот этой вот мировой культурой страдающего художника, они в себе это культивируют, вот этого страдающего художника. И мы знаем примеры, когда в итоге что-то из этого получается, по крайней мере, с точки зрения признания. Но сколько людей, как бы, как говорится, ни того, ни другого. Ну, на самом деле, речь идет про, ты говоришь про драматургию жизни, и я прекрасно понимаю, я обучался режиссуре, как работает драматургия, и понятное дело, что мы, зрители, очень важно себя не чувствовать отчужденным от этих литератургных героев, например. Очень важно, что я такой же, они такую же жизнь проживают. Ну, понятно, что это очень древние слои, это такой, какой-то уровень выживанческий, поэтому для нас это, нам, конечно, работает по этой магии музыки, магия кинематографа, магия картин, если картина, как мы знаем, написана, тоже там, драматургия вложена, то стоишь и не понимаешь, она тебя не отпускает. А там, оказывается, все построено технологично. Поэтому большие творцы, конечно же, это делают, и ребята, кстати, очень тонко чувствуют, знают эту науку, драматургию, когда же когда-нибудь сливаются, вроде как в этом каком-то симбиозе музыкальном, а на самом деле там все равно есть какая-то немножко дегтя, я прямо это замечаю. Ну, ладно, знаете, мы тут ключики подзвучиваем в проекте «Путь сердца», это вот дзынь, и я, на самом деле, понимаю, что София сказала, чтобы было интересно. Это для нас слово, наверное, тоже один из самых главных, что должно быть всегда интересно. Второе, Игорь сказал про какой-то многоканальный пульт, где я решил, что... Широкополосное подключение. Широкополосное подключение, да, тоже дзынь, я, правда, что бы это ни значило, но чувствую, что что-то в этом есть. Ну, это означает, что это коннект, да. Ну, если одна полоса подключения барахлит, то все остальные... Ну, они как-то поддерживают. Да, поддерживают. Кстати говоря, про Останкинскую башню тоже вспомнилось, про... Это уже звучит здесь. Те тросы, которые мы записали, ведь это тоже по поддержанию вот этого баланса, чтобы она... Расскажи про этот проект. А что, если бы Останкинская башня была бы самым большим в мире музыкальным инструментом? А про что это вообще? Какой еще инструмент? Оказалось, что действительно физически она инженерно выстроена так, что она имеет и из прямым образом, можно сказать, струны, настоящие струны, это тросы, которые ее натягивают, всем известные. Она имеет помимо всего воздушный коллектор, который гоняет воздух, что поддерживает там климат и так далее. И помимо всего она усыпана всевозможными датчиками, метеорологическими датчиками. И мы взяли данные с этих метеорологических датчиков, которые установлены на 8 высотах, и определили их как 8 высот, 8 различных инструментов. Инструментов, которые играют в каком-то таком своем ансамбле, оркестре таком небольшом, и принимают данные о силе и направлении ветра на каждой высоте. Таким образом, мы получаем информацию, что, например, у нас где-то на третьей отметке, по-моему, 210 метров у нас находится скрипка или на четвертой отметке арфа, и они принимают сигнал севера, и в зависимости от направления играют северную музыку в каждый момент, либо им может поддувать какой-то южный барабан, допустим, какой-то этнический, где-то там на восьмой отметке. Таким образом складывается такая уникальная комбинация, которая все время живет и рождает какие-то новые комбинации звучания. И все это называется музыка ветра. И бывает такое, что вы делаете оборотничество. Мы используем такое слово, что вы, например, из энергии конфликта, например, что-то не можете решить, но в какой-то момент это выражаете через творчество. Из травмирующего опыта отношений вы это в итоге создаете произведение искусства, например. Я думаю, так мы и живем, на самом деле. Только эти процессы возникают не как какая-то мгновенная реакция, они проживаются, возможно, какое-то время в подсознании и потом, безусловно, отвечают, где-то проявляются, потому что наши внутренние переживания могут быть не менее сильные, чем впечатления, которые мы получаем в мире. Конечно, и то, и другое, но как будто переплетается и мы становимся старше, взрослее, как-то мы по-новому это переосмысливаем, чувствуем, понимаем, слышим. Я в какой-то момент так получилось, проходил на семинаре, семинар обучения по принципу семинаров Леонардо да Винчи и искусство слышать, искусство слушать, искусство видеть, искусство смотреть. И там история про то, что нам ставили разные музыкальные композиции, а мы как будто бы сквозь форму пробовали проникать, состояние выламывать. И в какой-то момент меня очень сильно прям прошибло состояние Бетховена в этой пятой симфонии. Я просто какой-то момент слушал и вдруг понял, что это его внутренняя какая-то галатгита «Война и мир». Он там у него помните как в Данте Легере «Божественная камедия» там «Ад и рай» там просто вообще целая жизнь в этом произведении и вдруг я осознал, что никакого Бетховена уже давным-давно нету как формы, а вот он как бы в вечности уже и я, получается, в меня влетает композиция, сейчас она созвучна моему состоянию, она как-то со мной резонирует, создает какое-то во мне свое состояние, я иду на улице, из этого состояния общаюсь с парохожими людьми и то есть я понимаю, что это сквозь ткань времени и вот это сильно и живо и музыка она проникает сквозь. Вот я думаю, а если вы как творцы получается как бы делаете такую некую арт-терапию для себя и сливаете например в музыкальные произведения, получается вот здесь хочется задать любимый вопрос про ответственность творцов. Вот вы когда создаете свои композиции произведения, вы в этом плане думаете ли вперед, что тот, кто будет слушать в будущем будет переживать, что туда вкладывается сквозь форму музыки? В целом, так как у нас есть с одной стороны база того самого классического образования, когда мы в том числе изучаем историю искусств, и с другой стороны есть у нас база уличной культуры, и клубной, то есть мы действительно в разных комьюнити, скажем так, тусовались. Вот, и если допустим обращаться к истории культуры, в том числе средневековья, было вот это понимание, что нету как такового автора, а есть вот этот передатчик, канал, что вот свыше что-то приходит, и моя задача это зафиксировать то, что свыше пришло, донести доступным мне образом, а дальше уже там как бы разберутся. Вот, и когда получается, вот когда мы находимся в этом творческом процессе, погрузиться вот в это состояние, разрешить тому, что приходит, случится, тогда появляется и вот эта творческая свобода, в том числе свобода высказывания, какое-то, что если сейчас это приходит, значит очевидно, что это нужно выразить, а дальше разберемся. Мы ехали однажды на мотоцикле и жутко в какой-то момент ругались, в Индонезии дело было, мы опаздывали куда-то, и я не понимал, ну почему она никак не успокоится, мой Ян, мой этот внутренний анимус, куда сильнее, чем ее этот внутренний мужчина. У меня же есть копье. Да, и она, я думаю, все равно не сможет на ринге стоять. возникает тишина, я уже в ярости несусь, и вдруг она начинает петь очень тонко, какая-то как молитва звучит, какая-то импровизационная, мантра, что-то такое было, но мой вот этот внутренний воин с копьем уже, который все, оно такое тут же поплавилось, и мне становится, знаете, как-то неудобно, что-то не по себе, и у меня даже прям слезы где-то внутри появляются, потому что я сразу себя увидел со стороны, и я вдруг в тот момент осознал, что сила женщины и сила мужчины это разные силы, что когда женщина применяет к мужчине мужскую силу свою внутреннюю, она сразу это как бы мужик мужика не любит на самом деле, вот, и, а когда наоборот, когда вот иньская энергия женщина проявляет свою женскую силу с мужчиной, которым, тем более, ну, явно, что если какой-то великий распределитель, гендерно тебя распределил, что ты бесполое когда-то существо в мужской я просто про то, что этот ход он работает, вот, это один из наших друзья инструментов, что вспоминать вовремя, как вот, проснись, сказать себе, когда начинает нести, вот, у вас такие штуки бывают? Все, все эти разные, так говорить, испытания, которые мы там, периоды сложные, там, мы это любим говорить потом, когда это мы уже прожили все, когда мы понимаем, что, о, вот, это будет сложный период, а в тот момент для нас это конкретные какие-то возникающие проблемы, какие-то недопонимания, в этот миг ничего другого нет, как будто. сердце. тогда при нашем таком интимном с тобой каком-то разговоре дружественном ты со мной поделилась историей, когда вы еще не были женаты с Игорем, но уже давно общались, и тебе очень классный знак пришел, я считаю, что вообще знаки в нашей жизни имеют большое значение, и когда мы к ним как-то прислушиваемся, присматриваемся, когда мы слышим мир, то потом выстраивая свою жизнь относительно этих знаков, как-то можно ли сказать, гармоничнее жизнь становится, или как-то целостнее, или как-то объемнее, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что очень важно слушать эти знаки, потому что такие подсказки, что да-да, вот сюда, ага, теперь вот сюда, теперь чуть-чуть левее, давай-давай-давай, вот так вот, так-так-так, и мы таким образом, иногда как слепые котята, может быть, но иногда как полные силы существа, мы идем по этому пути, в этом мире, и вот как раз ты со мной поделилась тогда одним из таких возможностей для тебя это был какой-то знак. Ты знаешь, да, знаки — это то, что важно и то, что дальше тоже дает силы, и спустя некоторое время после того случая, о котором я тоже расскажу, я сформулировала это в тексте, как почва из-под ног, но вместе с нами Бог. Знаем то, что было, будет, и что времени нет. И вот тогда, в тот период жизни, у меня реально было такое ощущение какого-то параллельного птия, то есть у нас там учеба, какие-то экзамены, у каждого свои какие-то истории и так далее, но в то же время вот мы с Игорем встречаемся, в смысле обсуждаем, пьем чайок, как я тебе в галерее, Пушкинская 10. и мы часто ходили на крышу, разговаривали о всем вообще на свете и было ощущение, что это какая-то параллельная реальность. И вот то, что я рассказывала про сон, дело было так, что мне приснилось, что Игорь меня уважает до дома, как это в принципе было, и потом он говорит, давай-ка еще погуляем, пойдем на крышу, мы пошли, и он там мне признается в любви. То есть понятно, что я ожидала, что это рано или поздно произойдет, и на следующий день это произошло, и вот когда происходит сам этот момент и ощущение, что так должно быть, то, что есть какие-то параллельные как будто бы реальности, в том числе будет во временном каком-то отрезке. И что все правильно, при том, что тогда был еще снег с дождем, вот этот писем на Невском проспекте на Гулусу и Самарата, то есть это что-то в этом было и сумасшедшее, и очень трогательное. И потом на протяжении вот сколько лет мы вместе я часто туда как будто бы возвращаюсь, и как будто бы тем ребятам, которые там сидят, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ребята вообще молодцы. Мы так с тобой сливались в волнах звук, мы так с тобой держались на краях вверхов, не отгони, это время, ведь все огни, они были для нас в ноябре, этом волшебном месяце, дышали воздухом, дождем и снегом, в сумасшедшем месяце, в сумасшедшем месте играли, колдовали, завороживались, и так было нужно, ноги намокли в лужу, такая нам мужская, цироженская дружба, там было два свидетеля, они стояли безмолвно, наблюдали благосклонно, за неже такой любовью, потом уже позже, тоннами, полутонами, аккордами, посажами, все, что знают, расскажут и как мы потом тоже всякие планы у нас были, как мы мечтали о том, что мы будем делать концерты, о том, что у нас будет выход на крышу, и мы потом не так давно купили квартиру, в которой действительно прямой доступ к крыше, и какие-то такие фрагменты, когда в тот очень хрупкий, но важный период жизни закладывались то, что мы проносим всю свою жизнь, и мне кажется, это очень ценно, вот это ощущение не просто какого-то чего-то бытового, и, кстати, мы, по-моему, тоже чуть-чуть эту тему касались, чтобы у нас не было как-то такого конфетно-букетного периода, а именно какой-то очень-очень очень крепкая связка именно душ, душ и духа. сердце. Когда мы с Игорем начали дружить, я была вообще в целом пацанка, ну, причем пацанка с длинными волосами, играющая на скрипке, ну, то есть вот эта вот такая пацанскость, она была всегда. И я помню, что у меня было такое и бунтарство, то есть ну, не проявление женственности, прямо таки скажем, и оно долго во мне сидело, я всегда воспринимала это как свою суперсилу, на самом деле. Тем более, что Игорек же в меня влюбился, когда я была такой. Вот. Но в то же время в какой-то момент, если говорить про вот этот период отношений, да, то есть когда там ты год, там дружь, классно там, потом, допустим, когда мы поженились, потом мы там еще какое-то время, потом, когда родился ребенок, то есть это постоянно, конечно же, что-то меняется в отношениях, какие-то кризисы происходят, и в том числе то, что в какой-то период очень классно работало, потом вдруг ты понимаешь, что оказывается, так оно не работает, что-то надо с этим делать, и найти здесь, чтобы это было не то, ну, типа говорят, что женщина, будь женственной, да, там, не знаю, как там одеваться, как говорить, и у каждого свои представления, как оно должно быть, а когда, опять-таки, мы находим именно свое, допустим, как моя женственность в наших отношениях будет проявляться, вот я в какой-то момент стала про это задумываться, и там и книжки, как говорится, начитала, и многие вещи во мне вызывали такое, типа, что за фигня, мне это не подходит, но находились какие-то, тут это как раз-таки не какие-то фишечки, а тут скорее, когда ты именно себя находишь, свое настоящее проявление, то есть, самой женственности, допустим, которое оказывается гармоничным, а не когда мы пытаемся там прилепить на себя то, что Бариня должна по идее делать, а может, оно и не подходит. Попалась. Я? Да. Yes! Я как раз хочу этот вопрос, он у нас всегда где-то заготовлен, глобальный проект Путь сердца начинался с темы предназначения, а это же на самом деле много концептуальное слово, увешанное целыми рядом декораций всяких, и вот мы с них снимаем, и вот ты сказала, что пока себя не находишь, а вот ты можешь вот этим рецептом поделиться, и вот мы этим уважением, главной теме предназначения выкажем, а как это вообще, когда себя находишь, как это вот ты сделала, и как вот ты это сделала, как вы вот, вы же очень самобытные, на самом деле, вот мы хотим про вас рассказывать, потому что вы очень яркие музыканты, потому что у вас вот эта своя харизма, свой стиль, у каждого еще отдельно, вы вместе. Хороший вопрос. Пока это, но попозже, да? Нет, я сейчас войду и пойму по нуждам. И уйду. Да. Возвращаясь к идее, что это некий протяженность, да, и этот вопрос себе имеет смысл задавать часто. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто я есть на самом деле, я не знаю, как на него ответить, потому что он постоянно разный. И с одной стороны, безусловно, очень много что закладывается в детстве. То есть вот я сейчас иногда, когда вспоминаю детство, какое оно у меня было, какие у меня были отношения с родителями, какие книжки я читала. Вот это я понимаю, что вообще книжки на меня детские вот эти. Я читала в детстве вот про пацанство я обожала Том Сойера и все Маркет Вена, то есть вот это, что я очень любила. И я зачитывалась хроникаминарной, Льюиса. И я понимаю, что вот это очень сильно на мое вообще в целом мировоззрение. Ну, прямо вот я сейчас с Аглари перечитываю, я с племянниками перечитывала, с Аглари, это моя любимая книжка, и я так иногда читаю, ах, вот оно, откуда-то, то есть какие-то именно мировоззренческие вещи, ну и понятно, что отношения с родителями и так далее. Но вопрос тут тоже, а если это мое, или это просто то, что мне в детстве там предложили. Это личный вопрос. Да, и тут можно закопаться, запутаться, но здесь лучше не закатываться, не запутаться, а именно в данный момент как-то находить ответ. В общем, сорян, дорогие зрители, я не могу вам сказать. Вот, настоящая, честная, трудная. Слушайте, ну на самом деле я тебе благодарен за правду, потому что вот если кто-то встретится на пути, кто скажет, что я вообще во всем этом разобрался, мне кажется, надо подальше побежать. Ну вот один раз ты почувствовал этот вкус, как бы пошел какой-то вот поток. Тоже слово с одной стороны замыленное, с другой стороны чувствуют все его. Да, пошел, и ты этот вкус приобрела, а потом ты как бы опять почувствовала, а потом, и вот это как будто бы горлышко расширяется, пропускная способность как будто бы увеличивается, ты начинаешь привыкать, и вдруг ты начала понимать свой метод попадания туда. Вот, например, мы знаем, что, помните, Томас Альва Эддисон, который лампочку из кинематографа изобрел, он использовал, если не ошибаюсь, по-моему, он брал чугунный шар такой, и садился, у него был такой большой стул, клал, и начинал концентрироваться на поставленной задаче, то, что нужно было и важно, он начинал засыпать, и рука когда расслаблялась, чугунный шар там падал, и ему подалось сигнал, что проснись, он в основном сновидении осознавал, что он в этот момент спит, и оттуда доставал, как бы вытаскивал, ну, то есть, мы знаем, что в мировой истории методы люди разрабатывают, кто-то, например, потом обучает, там, ченнелингу, например, как войти в этот канал, то есть, поэтому, я думаю, что здесь речь там такая, что это как-то ты можешь научиться метод какой-то, как туда вот входить, попадать. Тренажерный зал своей осознанности, потому что можно этот инсайт условно пропустить, ну, и вот тебе милость снизошла, а ты так, а, да, прикольно, и все, и дальше поехали. А можно как бы действительно уцепиться, как ниточку такую провести, и в следующий раз она снова, если приходит, вот оно, да, 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 вот этот вкус. Потом в следующий раз, если снизу идет еще, да, и вот он как бы с каждым разом становится чуть плотнее, чуть плотнее, чуть плотнее, и потом уже его можно взять как состояние. Но в этом-то и есть осознанность, чтобы, ну, вовремя распознать это, да, и осознать, и зацепиться за это. Да. А можно бессознательно просто это все впустить на вовремя. Здесь я с тобой соглашусь, и когда нам что-то приходит, там, вот это вот так вот, зачастую потом по-хорошему не понимаешь. Слушайте, а вы можете рассказать, как вы получаете или не получаете по башке? Как будто... Косу хочется прямо. Ну, я же киношник. Слушайте, мне драматургия нужна. Я сейчас, видите, у нас документальный жанр, а хочется, чтобы в жизнь превошла. Музыка. 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 Оказалось, что мы, находясь на сцене, мы, что делаем? Я могу ничего не играть, но, допустим, Соня взмахнет с мячком, просто ударит раз по струне. И это для меня уже вау. И у меня появляется ответ. Тут же. Там-там-там-там-там. Какой-то вот какой-то слой. Диалог. И появляется настоящий диалог, который принимает каких только формул не принимает. Диалога, какого-то слушания и фонового какого-то тоже, какой-то мысли задней. мы меняемся. То есть там появилось какое-то космическое пространство. Казалось бы, два инструмента всего. Это какая-то такая свобода появляется. Это то, за что мы, наверное, больше всего любим это делать. И какие-то волчебные вещи появляются. Ты знаешь, это то, что очень круто считывается в ваших выступлениях, что вот этот диалог, он настолько уже органично вплетен ваше взаимодействие. Я думаю, это безусловно одна из важных ваших фишек. Да, ты упомянул про вот вдохновение и какой-то такой поток, который иногда снисходит на тебя. И на самом деле это один из моих любимых вопросов, особенно людям творческим. Откуда берется это вдохновение? Так как вы творите давно, уже большую, наверное, часть своей жизни, тем более творите вместе, как происходит, например, если у тебя вдохновение есть, у Софии нет, или у Софии пришел вот этот самый поток, а ты не можешь ее как-то поддержать в этот момент. Или у вас обоих вообще. Ну, нет вдохновения, и все. А нужно вот что-то, нужно же, постоянно же что-то творить. Творческому человеку нужно... Если, например, я не творю, у меня начинаются внутренние коллапсы какие-то происходить. Я думаю, вы меня понимаете, да, что копится внутри какая-то сила, которая, да, не выходит. Но непонятно, как ее вот, куда. И что вы делаете в таком случае, и где взять вдохновение, чтобы проявить эту силу? Ну, во-первых, действительно, мы тут люди с опытом в этом плане, с одной стороны. Больше всего у нас, на самом деле, возможно, ценю в жизни вот эти проявления творческого потока, когда ты весь будоражен, когда для тебя больше ничего не существует. Вот это состояние полной, предельной увлеченности, концентрации и предвкушения того, что это может быть. Целый комплекс чувств, которые тебя, ну, просто захватывают полностью. В действительности, в рабочих моментах, когда мы все это пытаемся уместить в нашей повседневной жизни, это как раз-таки и становится какой-то обязательной частью самодисциплины. Да, у тебя есть какие-то, может быть, атрибуты, там, ритуалы, которые помогают тебе лучше настроиться, почувствовать там состояние. У тебя есть? Ну, у меня есть, у меня есть. Вот я люблю чай попить, конечно. Бывает, ты с чем-то ознакомишься, либо ты дашь себе какую-то зловную команду своему подсознанию, которая может тебе ответить спустя какое-то время. Хотя иногда действительно множество вещей приходит просто в голове, просто без всего, без участия, каких-то там настроек и так далее. И здесь очень важно их тут же зафиксировать, не забыть, дать себе какие-то ключики, какие-то коды, шифры, через которые ты можешь вернуться. Ключ к открытию двери вдохновения. И может быть, даже в какой-то конкретный материал вернуться, в который у тебя бах, и это может развернуться. Ну, тогда еще один вопрос. Откуда берется вдохновение, мы поняли более-менее. А вот, например, я знаю, что ты пишешь партитур для огромного оркестра, где огромное количество разных инструментов. И, соответственно, это длительная, очень такая скрупулезная работа. И для меня, как для творца, у меня такой склад, что мне вот как-то вот в моменте очень важно творить. И бывает трудно доводить дела до конца. То есть вот какие-то брать большие проекты, которые я знаю, что они такие длительные, что я, скорее всего, ну, не доведу его до логического завершения. В твоем случае я знаю, что у тебя это работает. Ну, то есть у тебя есть проекты такие длительные. Действительно, это такие вещи многосоставные, которые ты с опытом уже понимаешь, что ага, так, это большой проект. Он не может как бы вот взять и весь там как-то вот сложиться так, что идеально получится. Он требует под себя какой-то рутинной работы, подготовительной работы, потом какой-то технической базы, там, настройки, там, и так далее. Собственно, самого процесса творения, под которое ты, ну, идеально, если ты выбрал какое-то и подходящее время, и возможность, там, и так далее. И, собственно, какие-то оставшиеся моменты, которые это все доводится до конца, где ты уже не можешь, допустим, не работать уже в какой-то командной истории. Многие вещи нужно делегировать, нужно доверять тому, кому ты можешь это доверить. Это тоже про отлавливание своей роли здесь главной и основной. про вообще творческие процессы, в том числе, что у нас с Игорем, можно сказать, разный подход, и это та ситуация, когда мы друг друга очень хорошо дополняем. Допиливать. Да, допиливать. В том числе. И вот, например, Игорь, он яркий представитель перфекциониста в самом хорошем смысле слова. То есть человек, который может бесконечно допиливать. Получается. Да, да. Для меня важный критерий, наверное, имеет такое значение, что вот я захочу переслушать это. Это позавнательно вышло. Возможно. Я хочу это переслушать через 10 лет, через 15 лет это увидеть снова, и чтобы я мог себя как бы похвалить здесь. У меня не было стыдно за это. Да. А у меня есть момент, что вот мне сейчас это вот пришло, и мне надо срочно вот это вот как-то вот сделать. А потом, а, ну и ладно, не больно-то и хотелось. Типа вот. И здесь у нас немало очень интересных вещей происходило именно вот в этом, в том числе, соединении, когда рождается какая-то идея, именно вот из состояния творчества, потока, вот этого всего прекрасного, замечательного. А дальше когда вот идет эта синергия, в том числе, что если мы говорим о творчестве не просто как терапия, что там как хорошо раскроить себя, проявились, да, а в том числе к созданию конкретно искусства и музыкального материала, то здесь одним творчеством не обойдешься. То есть это обязательно, это рутина, это профессионализм, это навыки, которые требуют большого количества времени, усидчивости, усилий и так далее. Это работа, то есть это не просто полетайм, да? То есть получается есть импульс, приходит вдохновение, есть импульс, который это вдохновение проявляет как материал, и потом подключается качество, например, дан в вашем случае Игоря, довести это до перфекту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 как-то да и получается что складывается может быть это какая-то универсальная вообще таинство мистерия отношений что у каждого конечно своя какая-то история но есть какая-то база мне кажется мы к ней пришли конечно да вроде бы все похожи и также все очень сугубо индивидуально но я бы сюда еще добавил взращивание собственной души конечно же бывает когда люди лучше называться душа в душу и в общие абсолютно все общие интересы так далее но бывает что что-то рушится когда допустим кто-то решил пойти каким-то еще изведать какой-нибудь путь и в том числе когда кто-то например решает развиваться духовно каких-то далее и вот в этом моменте тоже важно понимать что если я куда-то допустим хоть захотела пойти что-то изведать это не обязательно что мой любимый человек обязан тут же идти за мной туда же что очень может быть что он хочет посмотреть в другую сторону и там еще что-то и вот есть у нас общая линия а есть то что идет вот так вот это тоже нормально и когда я это почувствовал нас были на эту тему тоже какие-то моменты такие колюченькие вот а когда я почувствую так что это же нормально вообще здорово что мы иногда смотрим в разные стороны и обогащаем друг друга этим это тоже помогает на своем каком-то уровне свобода свобода которую мы друг другу даем ее уважаем точно так же как свою собственную но действительно этом это можем позволить уже чувствую как бы вот связи на многих уровнях что это я абсолютно вере на вот свобода это кстати сейчас свобода это ключевое наверное вообще что дает строить отношения тут хочется поговорить про потоковое творчество и про то творчество которое рождается через нас как то что не может не родиться и вот я вспоминаю одну историю когда мы мучались петербург на нашу встречу которая была организована там с нашими подписчиками и все на каждом этапе мы как будто могли вот еще еще чуть-чуть опоздать на самолет были разные препятствия границы автобусы но мы успели на самолет и прилетели ровно к началу встречи на которую ребята как раз приехали чтобы нам сыграть красивый свой концерт и мы туда влетаем и вот там софия и она поет и нас просто с ног до головы мурашит и вот расскажи что это было такое с тобой в тот момент в тот день когда ты выдала нам свое творчество такой мере что после этого через три дня мы начали снимать клип кос режиссировала его и работал софии как режиссер на площадке и что-то там такое произошло да это была удивительная встреча и тогда у меня у самой происходили некоторые внутренние эмоциональные состояния некоторые процессы которые несут себе знаешь такое состояние где-то даже агрессии может быть вот чего-то такого вот не очень приятного не очень комфортного и я помню что у меня были даже мысли может быть не ехать туда что я туда приеду весь праздник испорчи знаешь даже вот какое такое состояние было но в то же время какая-то другая часть мне говорила что конечно едет что за глупости потому что в том числе я знаю что творчество это то через что мы можем как раз таки сублимировать трансформировать наше состояние которое в жизни повседневной несут себе такие достаточно разрушающие последствия и когда мы там оказались но в целом все было замечательно причем понятно что в целом я умею переключаться и когда в конце возникла мысль а может быть все таки исполнить плач невесты это тоже было под вопросом вот что-то мне говорит нет надо этот бизнес сделать и это было вот ну наверное что-то типа на взрыв вот какое-то такое состояние на взрыв и срезонировала срезонировала то есть то что было вложено в данный в тот момент в песню то срезонировала в целом аудитории особенно у коса и дальше как раз таки стали происходить вот эти удивительные моменты когда что-то может родиться если ты принимаешь если ты не отказываешься если ты улавливаешь это и когда кос сказал мне кажется надо снять клип надо снять клип и у меня мысль точно хотя до этого мне не было мысли там мечты какой-то на эту песню снять клип ну как бы да я знаю что есть эта песня на классная но а тут да а вам через два или три дня уезжать и мы знаем что это достаточно непростой процесс собрать команду и так далее но в то же время было вот это внутреннее ощущение что да да что это то что можно сделать сейчас и если оно должно случиться на точно случится и и нашелся замечательный оператор нашлась замечательная площадка замечательный человек который создал прекрасный образ то есть все сошлось и вот мы на площадке и когда мы работали уже непосредственно в камере в камере там тоже были интересные моменты с точки зрения процесса потому что в какой-то момент у меня включался какой-то саботаж какой-то момент не думал что кос вообще творит что зачем он это делает это больно от этого спать не не дает как бы сыграя вот это значит вот ты меня не слушаешь вот чувак и сидишь и он же может так скакать и короче ему то есть это возможно это была какая-то провокации даже мне были мысли опять-таки резонирующий с тем вот состоянием бытовым а не пошло ли оно все вообще зачем это все нужно и опять-таки другая часть говорит нужно нужно детка и дальше вот у нас с косом произошел вот этот резонанс и потрясающего это ощущение когда режиссер он не просто там какие-то у него там черта фантазии какая-то и он допустим заставляет актера это изобразить не он достает из меня как актера то что во мне есть то что есть материале то что есть в нем именно поэтому это срезонировало что за змеяка для тебя вот зачем ты придумала это что это такое да да но это через это ты сейчас это народ что это за змея о чем это речь идет и дальше вот происходит этот процесс когда ты оказываешься в как будто бы в каком-то реально другом измерении вот есть эта черная комната и понеслась и в это время просто останавливается время и нету каких-то вот этих вот ограничений а потом говорят время закончилось на снято и дальше уже история что из этого можно сделать и наверное я здесь если говорить про какое-то послание чем чтобы мне хотелось сказать что бывает какие-то по-настоящему творческие причем это касается не только музыки театра но и это может касаться и каких-то проектов может быть даже бизнес проект еще чего-то что вот прямо такое супер трушное что-то рождается не тогда когда мы очень этого хотим и очень этого ждем а когда мы открыты и когда мы готовы считать этот сигнал когда мы готовы принять даже когда нам кажется что чего и идти в это и тут хочется добавить что кос как человек исследующую тему предназначения экзистенциальных кризисов смысла жизни человек который транслирует это через свои проекты через проект путь сердца в первую очередь тоже и через художественные фильмы транслирует это в мир как раз вот он считал вот этот экзистенциальный крик твоей твоего тогда состояния да вот это как ты сказал на взрыв и это сработало что ты честно пошла и просто проявила это через арт через творчество ты не вылила это на зрителей как просто арт-терапия радио арт-терапии а ты сделала из этого такой акт творения который впечатлил и оставил такие отпечатки внутри что у всех просто дыхание замерло и я уверена что те кто был на концерте они потом поехали домой и они чувствовали что-то какой-то смысл он может быть неуловим но он заставит их задуматься о чем-то таком что неосязаемо о чем-то большим чем мы есть и вот этот клип который родился в итоге благодаря вот этому вихрю он приглашает зрителей задуматься почувствовать как-то вот прикоснуться к чему-то потустороннему чему-то тому что за пределами нашего рационального восприятия любовь она она про многое вообще вот это вот безусловная любовь и любовь вот конкретные вот человеку личности но она и про то что ты доверяешь про то что ты даешь свободу не даешь она просто есть она изначально есть по умолчанию вот и не давать ее это значит в чем-то сомневаться значит в своем избраннике в чем-то да это значит между вами есть что-то такое не недопонятно не знаю нет не не согласованные какие-то какие-то вещи вот поэтому ну ну для меня это чувствовать по отношению к соня но ну практически нет но здорово что вот есть это настройка на честность настройка на открытость и это мне кажется это важный ключ для наших зрителей кто смотрит сейчас надо к ней если если у вас ее нет надо каким-то образом к ней постепенно плавно без резких движений но приходить в конечном итоге потому что иначе будет сложнее я пожалуй скажу так что любите жизнь которая вам дана и и ищите каждый день в этой жизни красоту интерес и ищите эту красоту интерес в людях которых вы любите и и мы сегодня разные темы затрагивали и вот если подытожив то наверное свобода красота мы сегодня не говорили подробно красоте но это тоже важная тема интерес это вот то что очень важно и вера мне кажется потому что иногда именно вера в том числе что вера в любовь это то что помогает жить это жизнь ахо благодарим вас по индийски с вами прощаемся и вас друзья мы тоже благодарим мы продолжаем наше творческое расследование темы пути предназначения и многих других аспектов этой жизни и сегодня у нас были вот такие герои мы верим что каждый из наших героев это наш диалог мира с миром это мир говорит устами разных героев мы складываем просто все вместе пазл пытаемся разгадать это таинство жизни благодарим вас спасибо во время съемок интервью с ребятами нам было очень трудно у нас выключался свет садились аккумуляторы ломались петлички для записи звука все время происходило что то что препятствует записи интервью но мы шли дальше мы продолжали запись мы продолжали общение мы возвращали мысль старались склеить смыслы и потом когда все закончилось операторы разъехались мы поняли что как будто не произошло будто бы не было той самой магии которая обычно происходит у нас во время записи интервью с героями и тогда мы начали искать способы как до записать до снять материал чтобы наполнить фильм той самой магии которая обычно рождается во время интервью и знаете что интересно что мы начали креативить мы начали создавать какие-то интересные проекты вместе мы очень подружились и в ходе нашего общения мы поняли что что-то очень такое тонкое нас объединяет какая-то такая родственная ниточка связывает нас мы много времени проводили с ребятами мы создавали мистический мюзикл вместе это была моя первая полноценная режиссерская работа именно музыкального театрализованного акта для ребят это тоже был такой довольно необычный опыт взаимодействия с режиссером на площадке и создание полноценного мюзикла от начала до конца с участием их как актеров с участием других приглашенных перформеров и артистов и за время подготовки за время дополнительных съемок мы действительно очень прониклись друг другу и когда мы разъезжались ребята собирались уезжать обратно в россию софия спросил меня какая-то фамилия ну как-то знаете так просто не означает я назвала свою свою фамилию по папе и заметила интересную реакцию на софийном лице она очень удивилась она сказала что знаешь моей мамы девичья фамилия тоже толкачева я такая ну слушай довольно популярная фамилия ну да я знаю много толкачевых тогда она спросила где мы живем и оказалось что мы живем на соседних улицах в Петербурге но это тоже меня не удивило потому что я знаю много совпадений в своей жизни я встречала очень много интересных ситуаций когда оказывалось что мы могли учиться где-то в одной школе или долгое время жить на соседних улицах или наши бабушки могли дружить и я как-то отпустила эту мысль и спустя некоторое время когда софия оказалась уже в питере что-то все же увлекло ее и она начала исследовать расследовать и знаете что выяснилось мой дедушка он был художник он преподавал в академии художеств в Ленинграде и он много работал с детьми он преподавал живопись детям он преподавал живопись студентам уже более взрослым и интересно что когда мы ехали будучи еще в ГО ребята были в Россию мы ехали на байке с косом и я получила сообщение о Софии где она показывает картину моего дедушки которая висит на стене в доме ее родственников и там автограф моего деда на этой картине и тут я понимаю что фамилия мамы Софии Толкачева фамилия моя Толкачева и наши прадедушки были братьями и тут мы начинаем пытаться уместить всю эту информацию в наши умы сопоставить одно с другим и выяснить как такое могло произойти что где-то в ГОА где-то на берегу моря встречаются две семьи спустя полгода с того момента когда у меня внутри появился глубинный запрос найти вторую часть своей семьи по папе дело в том что у меня папа ушел когда мне было 14 лет и у меня не осталось связи с той частью рода и я очень переживала что как будто бы эта ветка растворяется где-то во времени я знаю как важно поддерживать связь со своим родом чтобы чувствовать вот эти два крыла по маминой линии по папиной и у меня внутри появилось такое искреннее желание найти близких родственников по папиной линии и спустя полгода это произошло а Субтитры создавал DimaTorzok